Если посмотреть вглубь, то великое положение садака в исламе. Мне попросили рассказать о садаке, вкратце упомянувши эти пункты из хадитов достоверных, из аятов. То есть это садака, когда человек дает, это прямое доказательство на его иман, на его ссыдк. Почему? Потому что, как один сказал, помню, потом этот брат принял ислам, говорит, у вас в религии ислам все хорошо, но однако есть много обязательств. Я говорю, какие обязательства? Пять раз в день намаз читать не каждый, может пять раз в день читать намаз. Ладно бы, там утром один раз. Там закат 2,5%. Не каждый может давать закат. То есть зарабатывает, жадничает и так далее. Несмотря на то, что человек, как Аллах в Коране говорит, вы очень сильно любите богатство. Тяжело расстаться с этим. Потом 30 дней, 29 дней Рамадан держать. Не каждый может держать. Там это тяжело, некое такое есть обязательство. Про хадж уже вообще ничего не говорю. Там ехать в этом, как тяжело делать хадж. Я говорю, знаешь, дорогой, есть многие люди, которые, вот ты сказал, пять раз в день намаз читать. Есть люди, которые больше, чем пять раз в день намаз читают. Как Сунан, мы читаем Витр намаз, Тахаджут намаз, Буха намаз и так далее. Есть многие люди, которые вот 2,5% упомянул. Садака в десятки раз больше дают, чем 7-2,5% на протяжении своей жизни, на протяжении этого года. Может даже в день он может садака дать больше, чем закат. Люди, которые упостятся 30 дней, есть люди, которые больше, чем 30 дней в году упостятся. В понедельник, в четверг, 3 дня в середине месяца, и так далее. Хадж, ты говоришь один раз, Аллах приказал. Есть люди, которые по 30-40 раз за жизнь совершали хадж. И он меня задал вопрос, а почему? Если Аллах сказал пять раз, 2,5% на протяжении, почему, зачем больше давать, зачем, для чего? Я говорю, вот как бывает, люди получают от чего-то наслаждение, верующий, который познал иман, он также получает от этого наслаждение, правда? Когда расстается ради Аллаха, субханалу айта аля. Бывают люди, субханалу айта аля, говорят, с парашюта прыгает. Себя там бывают какие-то, что в этом показывают? И он некий такой адреналин получает некое наслаждение от этого. Его жизнь, по сомнению, субханалу айта аля, в опасности. Кто-то бывает, как в роликах, кто-то бежит по крыше, тормозит, чуть-чуть осталось ему упасть, он от этого получается адреналин. Сейчас вот сколько голубцов там, что-то уйдут по улице, что предстоит к людям какие-то нехорошие вещи, говорят, выставляй себе миллион просмотров. То есть от этого наслаждение получают. Также мы верующие от этих вещей получаем наслаждение. Аль-хамдулля, он потом принес лам. Поэтому это большой далиль на иман человека. Также садака, как сказал пророк Мухаммад, садака бурган. Садака — это далиль, аргумент. Аргумент на что? На твой иман, на твою искренность с Аллахом, субханалу айта аля, потому что Аллах тебя не обязал давать садака. Но ты даешь это, закат обязал, садака не обязал. Ты делаешь ради Аллаха, и здесь проявляется твой иман. Также Аллах, субханалу айта аля, обещал, что тому человеку, который он дает ради Аллаха, он вернет ему больше. И в этой жизни и вечной жизни. Каждый знает, кто дает ради Аллаха, субханалу айта аля. Я думаю, ни одного здесь нет человека, который бы не увидел в этой же жизни, как Аллах, с другого еще больше дает. Как один шейх говорил, он среди нас тоже присутствует, говорит, у меня были там люди, давно долг не отдавали, и там как бы помогли одному ради Аллаха, тут же вернулись долг еще больше, даже чем ожидал. И так всегда, тут даешь, больше Аллах, субханалу айта аля, говорит в Коране, если вы что-то даете на пути Аллаха, Аллах заменит лучшим. И в этой жизни вы охираете. И Аллах, субханалу, лучший из тех, кто дает риск. Также Аллах, субханалу айта аля, обещал в Коране, то, что Аллах, субханалу преувеличит. Аллах, субханалу, в Коране говорит, То, кто даст, одолжит Аллаху, субханалу айта аля, хорошую суду, имейте вы, кто ради Аллаха, субханалу айта аля, Аллах ни в чем не нуждается. Ради Аллаха даст, Аллах, субханалу айта аля, ему еще больше приумножит. Поэтому люди, которые расходуют, такие медицинанты, им Аллах еще больше дает. Поэтому здесь это обещание Аллаху, субханалу айта аля. Также человек показывает усердие, искренность в усердии через садака. Пророк Мухаммад, субханалу айта аля, сказал, «Джахиду мучреки, наби анваликум, ва анфусикум, ва аль синатикум». Проявляйте усердие против многобожников своими имуществом, своими душами и своими устами. Ра Аллаху абу-дауд. Также эти садака — это любимые дела перед Аллахом. Представляете, субханалу аль, когда, например, сестры, мама любит что-то от тебя, ты делаешь для нее то, что она любит, как в твое настроение поднимается, субханалу аль. Ты делаешь, когда что-то твой отец близкий любит, ты делаешь это, как в твое настроение, как тебе прекрасно. И мама тобой довольна, и ты довольна этим. Также Аллах, субханалу айта аля, любит тех, кто дают на пути Аллаха, субханалу айта аля. Как в хадисе Ибн Умра приводится, «Ва инна хаббал амал иллах сурур, 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 фиаля му'мин, ва такшифу анху курба, ва такзи анху дайна, ау татарзу анху джава». Пророк Мухаммад, саллаху айта аля, сказал, «Любимыми делами перед Аллахами» — это когда ты вселяешь своему брату верующему или сестре верующей в сердце его вселяющий радость. Как? Каким образом? «Такшифу анху курба» — когда ты что-то тяжелое от него отдаляешь. «Аутақзи анху дайна» — или за него долго закрываешь. «Аутақзи анху джава» — или отдаляешь от него голод. Также садақа возвышает человека. Перед Аллахом, субханалу айта аля, дающий садақа, он возвышен. «Инна маддунья» — как сказал Пророк Мухаммад, саллаху айта алясалам, в хадисы, которые приводят имамы Тирамиды, «Инна маддунья не арбаат иннафар». Эта дунья, в этой дуньях людей можно поделить на четыре категории. «Абдун ра жа кау ллаху ма лану айлман фаху айта ки фи хи рабба» — это тот, кому Аллах, субханалу айта аля, дал знания, дал ему имущество, и посредством этого он боится Аллаха, приближается к Аллаху, посредством знания и посредством имущества. Последствием этого он, алхамдуллах, поддерживает свои росты и отношения. И знает, что в этом есть хак перед Аллахом, и у этого человека самая лучшая степень перед Всевышним Аллахом. Также садака отдаляет от человека какие-то проблемы, какие-то боляя, какие-то проблемы, как правок Мухаммад, саллаху айта алясалам, те, кто люди, которые совершают благие поступки, тем самым отдаляется от них что-то плохое, какое-то горе, какое-то бедствие. И те, кто совершал благое здесь, они также будут перед Аллахом в числа в судный день благими людьми, то есть зайдут в рай. Также какая великая награда, то, что правок Мухаммад, саллаху алясалам, сказал, То есть смысл этого хадиса, кто, ради Аллаха, субхану ата'ля, дает из халяльного, то есть Аллах, субхану ата'ля, если что-то маленькое, Аллах, субхану ата'ля, это увеличивает. Подобно тому, как кто-то взял маленького жеребенка, воспитал, он стал большой лошадью. Подобно тому, как посмотрели маленькую пальму, это стало большой пальмой, и Аллах, субхану ата'ля, увеличивает награду. Также садака, это барака, асбабу аль барака, то есть благодать, чтобы зашло. Может быть много имуществ, но нет барака. Бывает такое, туда-сюда ушли деньги, непонятно куда, на что потратили, а тут барака будет, именно благодать, субхану ата'ля. Также, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейсалам, я ибн Адам, анфик, анфик алейк. Сахи мусульный проводится, о, сын Адама, давай на пути Аллаха, и Аллах, субхану ата'ля, тебе вернет это. И также садака, это это некая такая преграда от наказания Аллаха, от наказания Ада. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейсалам, в хадис, который приводится в Бухарии, бойтесь, Ада хотя бы половинкой финика.